Сиди дома, сиди, милый Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Власов Роман, я преподаватель фортепиано. И сегодня у нас очередной урок по фортепиано. И тема сегодняшнего урока это альтерация и изменение интервалов. Но прежде чем мы перейдем к теме, я хотел бы высказать огромное спасибо и поблагодарить платформу Алматы Creative и управление культурой города Алматы. А вы можете поблагодарить их, подписавшись вот здесь и поставив лайк. Ну что ж, давайте начнем. Итак, для начала повторим то, что мы проходили на прошлых уроках, а именно мы изучали, что такое интервалы и что такое обращение интервалов. Сегодня мы изучим тему альтерация, то есть это изменение. Мы узнаем, что такое диез, что такое бемоль и научимся изменять расстояние между звуками. Ну и так, давайте перейдем к клавиатуре и рассмотрим, что у нас здесь происходит. Итак, мы знаем, что у нас есть семь нот. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Семь нот, которые располагаются на белых клавишах. Но у нас кроме белых есть также и черные, и как же называются они. Давайте сейчас рассмотрим. Итак, у нас есть два понятия для этого. Итак, диез и бемоль. Когда мы рисуем диез, мы должны нарисовать решетку, ну или хэштег. Если мы рисуем бемоль, мы рисуем такую букву Би с заостренным основанием. И называется этот знак бемоль. И для чего же они нам нужны? Итак, диез я нарисовал справа, а бемоль нарисовал слева не случайно, потому что так будет удобнее ориентироваться на клавиатуре. А мы все знаем уже, что клавиатура у нас слева направо располагает звуками, которые постепенно повышаются. То есть, играя на клавиатуре слева направо, мы постепенно повышаем звуки, то есть, играем снизу вверх. Итак, ну что ж, давайте теперь рассмотрим еще раз наши знаки. Кроме того, мы знаем, что самое минимальное расстояние между звуками – это полутон. Полутон – это самое маленькое расстояние между звуками. Это могут быть две белые клавиши, например, Си и До, или Ми и Фа, между которыми нет черной клавиши. Или белая и соседняя черная, которая находится совершенно рядом. Неважно, с какой стороны она находится. Это расстояние будет называться полутон. Именно его мы сейчас и будем использовать. Итак, у нас есть исходная нота. Ну, давайте для примера возьмем ноту Ре. Здесь я нарисовал белую клавишу. Это нота Ре. Итак, справа и слева от ноты Ре у нас имеются две черные клавиши. Справа она повышается на полутон, звук повышается. Слева звук понижается на полутон. Итак, имея ноту Ре, как белую клавишу, мы можем ее изменить и сместить на черную. Давайте попробуем сместить ее вправо. Итак, рисую схематично. Я немного отделил черную клавишу. Итак, черная клавиша справа от ноты Ре будет называться нотой Ре диез. Если мы захотим эту ноту понизить, то есть сместить ее влево, соответственно, эта клавиша будет называться Ре бемоль. Но в зависимости от ситуации, эти ситуации мы рассмотрим на будущих уроках, мы поймем, в какой ситуации можно использовать Ре диез, а в какой ситуации можно использовать Ре бемоль. Но если у нас все время был Ре диез или Ре бемоль, как же нам вернуться на белую клавишу? Для этого у нас существует еще один знак, который рисуется следующим образом, L, и перевернутая L, и называется он Бекар. Он отменяет все наши изменения, то есть всю нашу альтерацию, и возвращает нас на белую клавишу. То есть, если у нас какое-то продолжительное время была нота Ре диез, и мы захотели сыграть Ре бекар, то, точнее, если мы захотели сыграть белую клавишу Ре, то мы будем называть ее теперь уже Ре бекар. Но не все так просто, есть еще два знака, которые нужно знать. Они встречаются немного реже, но тем не менее, будет полезно знать об их существовании. Итак, кроме диеза и бемоля, также существует дубль диез. Он изображается крестиком. В печатном издании он изображен как крестик с такими вот ромбиками. Итак, называется он дубль диез. И точно так же есть еще один знак в обратную сторону. Рисуется просто как два бемоля. Как он называется? Правильно. Дубль бемоль. Если мы повышали белую клавишу на один полутон с помощью диеза, а понижали на один полутон с помощью бемоля, то дубль диез, то есть дважды диез, будет повышать ноту на два полутона, а именно на тон. И здесь мы будем попадать на следующую белую клавишу после ноты Ре. Давайте посмотрим на клавиатуре. Это именно так и выглядит. Ре, Ре диез и Ре дубль диез. Вот он здесь находится. Ровно то же самое будет происходить и в том случае, если мы пойдем в обратную сторону. Ре, Ре бемоль, Ре дубль бемоль. И здесь мы снова попадаем на белую клавишу. Итак, но это мы рассмотрели вариант, когда мы взяли ноту Ре. У нас слева и справа есть черная клавиша. Давайте посмотрим другие варианты. Ведь черная клавиша может быть только одна и только с одной стороны. Например, нота До, которая у нас имеет черную клавишу справа, а слева черной клавиши нет. Тогда принцип работает точно так же. Но мы забываем, что клавиши у нас бывают черными и белыми, и все они для нас сейчас одинаковые. И ближайшие клавиши у нас составляют расстояние в один полутон. Итак, Ре идем вправо, то есть вверх. Ре диез повышаем на один полутон. А, нота До, До диез, прошу прощения. Еще раз повышаем и получаем ноту До дубль диез. Идем в обратную сторону, До, понижаем ее на полутон. Один полутон, соседняя клавиша. Вот она здесь, раньше называлась Си, теперь это До бемоль. Если мы хотим понизить ее еще ниже, то следующая нота, следующая клавиша будет называться уже До дубль бемоль. Ровно так же дело будет обстоять с нотой Фа и с нотой Ми и Си. Но ноты Ми и Си имеют черные клавиши с другой стороны, с левой. Поэтому, когда мы идем вниз и говорим Ми бемоль, мы попадаем на черную. Ми дубль бемоль это белое. Если идем в другую сторону, Ми. Ми диез и Ми дубль диез. Таким образом происходит альтерация, то есть изменение высоты звука. Ну что ж, с диезами, с бемолями, бекарами, дубль диезами, дубль бемолями мы с вами уже разобрались. Ну а теперь пора попробовать изменять наш интервал. Для начала вспомним нашу таблицу с прошлого урока. Итак, у нас было 8 интервалов. Прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима и октава. Мы выяснили, что некоторые интервалы бывают чистыми, некоторые бывают малыми и большими. Например, прима только чистая, секунда у нас бывает малый и большой, терция также малая и большая, кварта бывает только чистой. Кроме того, интервалы делятся на две группы, тесные и широкие, и мы знаем, что квинта бывает чистая, потому что она обращается в квартуру. Сепста, малая и большая, обращается в терцию. Септима бывает малая и большая, она обращается в секунду. И октава также бывает только чистая, потому что она обращается в приму. Зачем нам это нужно? Иногда бывает ситуация, когда у нас интервал малый, но нам необходимо получить большой интервал. И наоборот, что мы будем для этого делать? А для этого нам понадобится геометрия и некоторое расстояние. Допустим, этот интервал был малым. Здесь у нас есть два звука. И для того, чтобы интервал получился большим, нам нужно это расстояние увеличить, передвинув верхний звук, тот, который находится справа, он называется верхним, немного выше, то есть еще правее. Таким образом, мы из малого интервала получим большой. А если мы помним по таблицу, то мы знаем, что расстояние между малым интервалом и большим интервалом как раз-таки полутон. Например, малая секунда ми-фа, это полутон, а большая секунда фа-соль, это уже два полутона, то есть один тон. Ровно то же самое происходит и с терцией. Малая терция, например, ре-фа, когда у нас одна черная и одна отсутствует, это полтора тона. И, например, до-ми, это большая терция, когда у нас две черные и здесь у нас два тона. Опять разница в один полутон, и здесь нам поможет знак диез. То есть была у нас, например, белая клавиша, малый какой-то интервал. Мы используем знак диез и повышаем эту ноту, чтобы интервал получился большим. Рассматриваем, например, интервалы. Итак, ре-фа, малая терция. Верхний звук перемещаем на полутон выше. Используем ноту фа-диез. И теперь терция наша стала большая. Точно так же можно сделать с секундой. Например, ми-фа-секунда была малая. Играем фа-диез. Ми оставляем на месте. И наше расстояние увеличилось на один полутон, и интервал стал уже большим. Была малая секунда, стала большая секунда. Что делать, если мы хотим получить малый интервал из большого? Точно так же мы имеем изначально два звука. И верхний звук мы должны понизить. То есть опустить немножко ниже с помощью знака бемоль. Таким образом, из большого интервала мы получим малый. Итак, рассматриваем пример. До-ми. Ноты до-ми это большая терция. Понижаем верхний звук ми-бемоль. И терция стала малой. Точно так же будет с большой секундой. Например, ре и ми. Черная клавиша есть. Понижаем верхний звук ми-бемоль. И мы получаем малую секунду. Точно так же мы можем мотивировать с нижним звуком. Например, если мы хотим получить из малого интервала большой. Для этого нижний звук нам нужно будет оттянуть влево с помощью знака бемоль. То есть понизить. И ровно так же, если мы хотим получить из большого интервала малый. Имея два звука. Нижний звук мы должны оттянуть уже вправо. То есть поднять. Соответственно, с помощью знака диез. Тогда из большого интервала мы получим малый. Но как быть с чистыми интервалами? Кстати говоря, на прошлом уроке я рассказывал, что есть интервал фа-си и си-фа. Это исключение, которое называется тритон. Так вот, если мы вспомним, то чистая кварта, например, имеет расстояние в 2,5 тона. А тритон это три тона. Соответственно, нам нужно будет тритон уменьшить. Для этого мы берем интервал кварту, фа-си, понижаем верхний звук, чтобы получилось фа-си бемоль. Либо повышаем нижний звук, фа-диез-си. И у нас снова получится чистая кварта. Итак, интервал был чистым. Если интервал исходный у нас был больше, чем чистый, соответственно, он будет называется увеличенным. Итак, увеличенная кварта это тритон, который вы также можете получить из чистой кварты, например, до-фа, повысив верхний звук на полутон, или понизив нижний звук на полутон. Что же делать теперь с квинтой? Ведь си-фа это у нас также тритон, который не является чистой квинтой. В чистой квинте 3,5 тона, а в тритоне 3. Опять не урядится. И нам не хватает одного полутона до чистой квинты, то есть интервал нужно расширить. Итак, берем верхний звук и тянем выше, чтобы получилось фа-диез, или тянем нижний звук вниз, чтобы получилось си-бемоль. Си-бемоль-фа, или си-фа-диез, это у нас чистая квинта. А си-фа это тритон, который меньше, чем чистый интервал. Таким образом, интервал, который меньше, чем чистый, будет называться уменьшенным. Ровно такая же история происходит и с большими малыми интервалами. Итак, здесь мы видим, что разница в полутон. Здесь у нас разница в полутон. Малый интервал был, большой интервал был. Между ними разница в полутон. Но почему бы нам не изменить? А я напомню, что музыка это конструктор, и музыканты вертят, крутят звуками, как хотят. Итак, точно так же интервал большой, например, большую терцию, мы можем увеличить на один полутон и получить увеличенную терцию. Или уменьшить малый интервал и получить уменьшенную терцию. Такие интервалы нам будут встречаться в будущем, в следующих уроках. Кстати, когда мы будем изучать виды минора, гармонический минор. Но в этом позже. Итак, давайте подведем итог. И сегодня мы с вами узнали, что такое альтерация, и как можно изменять интервалы. Итак, для того, чтобы повысить звук, мы используем знаки диез и дубль диез. Чтобы понизить звуки, мы используем знаки бемоль и дубль бемоль. Кстати говоря, это своего рода круг, потому что мы, имея исходную клавишу, которая называется бемолем, можем понизить с помощью дубль бемоля или повысить с помощью знака бика. Ровно то же самое будет работать с диезом. Если мы его хотим повысить, мы используем дубль диез. Если хотим понизить, используем бика. Ну и, конечно же, интервалы. Между каждым видом интервалов, а мы выяснили, что кроме чистых, малых и больших, они бывают еще уменьшенными и увеличенными, мы выяснили, что между ними расстояние в один полутон. Ну и, чтобы получить из малого интервала большой, нужно повысить верхний звук или понизить нижний звук. Чтобы получить из большого интервала малый, то есть расширить это наше расстояние, мы должны понизить верхний звук или повысить нижний звук. Итак, вторая часть нашего урока будет посвящена новому произведению. Сейчас мы разберемся, как играть к Элизе правой рукой. Итак, для начала мы уже знаем, где находятся наши клавиши, где располагается какая нота, как их повышать. И, кроме того, мы сейчас рассмотрим, как называются пальцы в музыке. Именно счет ведется от первого пальца на обоих руках и обозначается цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Точно так же на левой руке счет ведется от большого пальца. 1, 2, 3, 4, 5. Потому что в нотах писать большой палец, безымянный, указательный и так далее, это долго, это трудно и читать тоже быстро не получится. Поэтому пальцы обозначаются цифрами. Итак, начинаем с пятого пальца. Находим ноту ми в любом месте клавиатуры. И задеваем соседнюю черную клавишу, которую сейчас мы можем назвать ре диез. То есть повышенная ре на один полутон. Ми и ре диез. Играем эти две ноты три раза. Раз, два, три. В третий раз мы не возвращаемся на черную клавишу, а вторым пальцем играем ноту си. Ноту си, то есть проходим расстояние через две ноты, которая будет называться кварта. Итак, смотрим еще раз. Раз, два. И на третий раз мы идем на кварту на ноту си. Теперь четвертый палец задевает ноту ре. Играем две ноты подряд. То есть секунда ре, до и заканчиваем все нотой ля. Кстати говоря, хотелось бы заметить, что тоника здесь нота ля. А если вспомнить предыдущие занятия, то музыка должна закончиться тоникой для того, чтобы получилось какое-то завершение. Начаться музыка может с любой ступени. Чаще это бывает одна из устойчивых. А устойчивая это первая, третья, пятая. Итак, мы видим, что пятая ступень нота ми у нас как раз таки является первой. Итак, ми, ретес, два. На третий раз играем кварту ко второй ступени. Четвертый палец на ре, до. И заканчиваем первым пальцем на тонику. Давайте рассмотрим второй фрагмент. Здесь снова нам понадобится первый палец. Начинаем с ноты до. Играем терцию через одну ноту. Затем кварту через две ноты. Ля, до, ми, ля и си. Здесь у нас секунда. Итак, от ноты до играем терцию, кварту и секунду. До, терция, кварта, секунда. И третий фрагмент второй части. Это у нас начинается с ноты ми. Ми, черная клавиша. Это соль диез. И хочу заметить, что это у нас большая терция. Потому что ми, соль у нас была малой. Ми, соль, диез. Четвертым пальцем си. И опять секунда. Через одну. Ми, соль, диез, си. И до. Малая секунда. Смотрим еще раз сначала. Ми. Кварта. Ре. До. Ля. Закончили на тонике. От до начинаем на до. Терция, кварта, секунда. Начинаем от ми. Ми. Соль, диез. Си. До. На этом завершается первая часть. На следующем уроке я вам расскажу, как играть левую руку. И в будущих занятиях вы узнаете, как эти две руки совместить. Ну, а на этом наш урок заканчивается. Всем спасибо. Оставайтесь дома. Не болейте. Я желаю вам хорошего настроения. Давайте подпишемся на канал Алматы Кретик. Поблагодарим его. Поблагодарим Управление культуры города Алматы. Поставим лайк. Всем пока. Всем до скорых встреч.